Вот, ошибки, и, конечно, тот год у меня был такой непростой, тяжелый, и травмы были кое-какие, и поэтому чуть-чуть беспокоился, да, для меня этот чемпионат Европы был очень такой нервный, ответственность была. Мне казалось наоборот, что он, конечно, для тебя очень важный, потому что ты начинаешь 4 года, как бы ясно, что это должны быть твои 4 года, как минимум, в принципе, я считал, что и предыдущие 4 года, в предыдущие, не 4, а 2-3 последних, ты тоже должен был бы успеть, но вот эта история с чемпионатом Европы, после того, как ты на чемпионате мира выиграл медаль, и вроде как, казалось бы, все хорошо, идет вперед, 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 Но финиша под названием Олимпиада так и не было. Ну да, конечно, после Европы чуть, ну, такое настроение, чуть расстроился, но потом собрался, начал готовиться к России, ну, не успел набрать, я после травмы у меня была, я подлечивался немного, не успел набрать форму до России, потом уже на сборах к Олимпиаде уже такую неплохую форму набрал, 155 на провал. То есть ты был на сборах к Олимпиаде, ты готовился до конца, был в резерве, но я так понимаю, что при том, что сборная России на Олимпиаде выступила далеко не полным составом, а именно двух мы не досчитались, Все-таки этот резерв, который был номером один, я так понимаю, что не использовали? Не, не использовали, ну, просто... Но ты готовился? Конечно, до конца я прям... То есть ты до конца сидел там, на сборах, и, в принципе, был готов по любому свистку, что называется, поехать? Просто его не последовало. Да, его не последовало, и поэтому я 25-го числа собрался и Юля, и поехал домой. Поэтому до конца я был там, конечно. Ну, странное решение, сейчас уже, конечно же, правду задним числом, даже если отыскать, то, наверное, кому она будет нужна, как говорится. Ну, а то, что Олега Чен не было на Олимпиаде в Лондоне, я думаю, что на совесть руководителя федерации, ну, и точка. Не хочу, чтобы ты произносил эти слова, потому что я могу это произнести, а тебе нельзя ни подтверждать, ни опровергать. Потому что ты вроде как... Ты от них зависишь, а я нет. Вот в чем разница? Ну, конечно, ничего. Ну, что ж, ничего. Ничего, просто у тебя Олимпиады не было. А так ничего, конечно же. Конечно, формулу очень хорошую набрал перед Олимпиадой. Свой результат бы я точно бы показал, который был бы... Ну, да, если он... Я перевожу для всех остальных, если бы он показал свой результат, который он обычно показывает, то в этом случае это означает, что это второе место на Олимпийских играх. Правильно я понимаю? Так точно. Потому что ты бы вот, ну, до первого бы не затянул. Не, ну да, там у нас китаец в категории был хорош. И он действительно был хорош. И он видно было, что он... Конечно, мировой рекорд еще ходил в толчки. Ну, что ж, давайте вернемся к соревнованиям. Алехандро Гонзалес пробует, видите, со второй попытки штанги весом 140 килограммов. Я думаю, что он так по-серьезному. Нужно включиться, наверное, где-нибудь с 45, да? Да, около 45, где-то там ближе 40, они будут идти там 50 ближе. То, что Хомяков 55 начинает, это, как ты думаешь, это сейчас, знаешь, как бы для дебютанта начинать позже всех, что называется, это на самом деле такой рискованный маневр. Либо надо быть феноменально в себе уверенным, либо, соответственно, это такой маневр тренера. Началось заявить 155, а потом, когда соревнования начнутся, там начать там 150, 152 и так далее. Да нет, он будет, наверное, так и начинать, потому что он форму набрал хорошую. Настроен он хорошо. И я думаю, снижать они не будут, потому что смысла нет тут снижать. Борьба, он в рывке хорошо, надо отрываться, а в толстке уже держаться с ними. Твоя тактика? Да, как у меня. Он должен, у него сейчас, я думаю, рвение, а наоборот даже, потому что я помню себя как по себе, вот посудить на чемпионате мира в 2011. Я очень хотел выступать на взрослых. И мне было желание. Я думаю, у него все будет хорошо. Да, но мне даже казалось, что ты немножко пересидел в невыступающей зоне на крупных соревнованиях. Пересидел. У Кобякова нет такого ощущения? Нет. У него пока все правильно. Он выиграл юниорский чемпионат мира, потом выиграл молодежную Европу. И вроде сейчас закономерно уже на взрослых уровнях. Включили свет в зале. Подбадривают албанцев, говорят им, что пора включаться. Они включаются. Кренлан Шорай, 145 килограммов. Шоржа, если не так его фамилия. Семинальные данные у Кренлана Шоржа известные. У него был в 2009 году, он был седьмой на юношеском чемпионате Европы. То есть фактически больше ничего. То есть с 2009 года о нем никто ничего не знал. Ни на одном международном соревновании он не выступал. Но здесь сегодня ему 20 год. Он выступает у себя дома. И смотрю, у него заявленная сумма в протоколе. 145. То есть 340 сумма. Да, это на самом деле очень такой приличный боевой результат. И вот сейчас по этому первому подходу у нас есть возможность определить, насколько это аферизм или нет. Как ты думаешь? Ну, я думаю, они преувеличили немного с результатами. Нет, ну, исторически представители, там, Албании, Румынии, они очень любят заявлять очень много. А на самом деле на деле оказывается, что они абсолютно не готовы. Видно, что они не готовы. Да. Тем более здесь дома. Вот вчера тоже так же произошло с моей категорией. 333 было заявлено, а подняли-то намного меньше. Ну, да. Там второй-то забаранил вообще, но у того тоже заявленные были килограммы очень приличные. Тебя дали. Да. Ну, вот Шоржа, то ли это нервы от первого подхода, знаешь же, потому что он первый раз и дома выступает. То ли на самом деле он просто не так готов, как пугали, как говорится. Ну, вот вчера, я думаю, который парень забаранил в моей категории, он очень сильно перервал, потому что дома волновался, тут поддерживали его все. Уж тут такое выстроили, конечно, на трибунах. Ну, ты видел, да, он прямо там просто плакал, отходил, прям, да, смотри, все сердце кровью обливалось. Да, готовился, готовился, и тут дома у себя, конечно, обидно на любовь отца получить. Ну, ты знаешь, что такое получить нулевую оценку после чемпионата Европы прошлого года. Я так понимаю, что очень тяжелое состояние, в котором ты находишься, да, в этот момент, потому что ты даже достаточно общительен всегда и открыт, но если вспомнить Турцию, ты практически в глаза не смотрел людям, которые встречался, да, то есть как отводил взгляд. Да, это, конечно, еще обиднее, когда после, когда оторвешься на 15 килограмм. Румын стойчато, видите, 145 килограммов, кстати, мне кажется, он может еще прибавить. Я думаю, да, еще пойдет. Видишь, он через 5 уже сходил, 145, я думаю, что он может так потихоньку, он, видишь, начинает толкать 180, то есть, если сейчас он еще 5 килограмм прибавит, то это где-то будет уже, ну да, толчок у него нет, вот так написанный результат. Знаешь, написанный результат, тоже у разных написаны результаты, вот мы говорили о Шаре, кстати, второй подход у албанца, 145, я думаю, что у нас будет возможность проверить, как бы, наше предположение. То есть, либо первый сорванный подход, это достаток сил, что называется, либо волнение. Мне кажется, это, скорее всего, первое. Это не волнение. Ну, у него и сил, конечно, они перезаявили намного. Надо поменьше начинать. Антониис Мартасидис Грис. А Румын Стойча 147 пойдет третьим подходом. Ну, 147, это не так страшно, главное, с точки зрения Хомякова. Вот Шпак, надо опасаться Шпака, что он у себя домом поднял, 165-202 на чемпионате Молдове. Ну, а на ЧП Европы в прошлом году у него было, что, 53-187, то есть... Ну, он только перешел недавно в категорию, с 69-ти. Ты видел его на церемонии, когда все выходили, да? Да. Ты видел, да, прямо, он, видно было, что он совсем по-другому смотрел. Конечно, он и поднабрал, и... Нет, он прямо так, знаешь, он так и нагло смотрел на зал, знаешь? Серьезно настроен, парень. Да, это тоже, на самом деле, такие вот детали, которые, ну, всегда отмечаешь, знаешь? Посмотрим на албанского спортсмена. Да, сейчас, мне кажется, уже даже не стоит его осуждать, чего он начал, сейчас надо просто его поддержать, чтобы он хотя бы 145... Да, он продал надежды болельщик. Ну, да, потому что, ну, жалко, я помню, как вчера, когда получил нулевую оценку вот его соотечественник, когда ползала, прям встала и ушла. И это как-то так... Неправильно, мне кажется. Надо было до конца поддерживать, конечно. Оставаться. Ну, вот, знаешь, вот, смотри, вчера баранка у одного албанца, сегодня баранка у другого албанца, у мужчин больше никаких баранок не было за все категории. То есть, по большому счету, нулевые оценки только как бы уместны. Потому что у них, конечно, для них это совсем другой чемпионат. Ну, да. Потому что для них здесь все приятели ждут, говорят, как выступаешь, приходят в зал и так далее. Они под другим прессингом находятся. Конечно, тут ответственность серьезная. Кто-то справляется с этим, а кто-то не может. Вот румынский. На 148 перезаявил. Перезаявил, ну, видишь, килограмм. Ну, 148 малый, знаешь, и 150 хотя бы там... Ну и про склад, да, вот если было бы 150, там же начнет шпак 150. Румынец перезаявил на 153, Розван Мартин. Да. Не, ну то, что Розван Мартин опасен, как говорится. Здесь даже не надо думать. Молодец, с запасом. Вот ты не хочешь, ты же с запасом? Да. Если с запасом, это последний, третий подход. Здесь как бы этот запас уже никому не нужен. Можно было, да, на 150 пойти. Хорошо, порвал. А вот и Александр Шпак, про которого рассказывают чудеса выступлений на чемпионате Молдовы. Нет, переносистый, да? Нет, на 151 перезаявил. Из-за ее, да? Я думаю, у нас Дима настроен, у нас, потому что тренеры очень так... Александр Шпак здесь предупреждает. Драмотно выводит. Ну, подожди, да? Посмотрим, как пойдет. Понятно, что Хомякова тоже стоит первая система. Надеюсь, крепкая. Знаешь же, вот, но здесь у него непростые выступления сейчас здесь. На самом деле. И всем хотелось бы, чтобы вот этот старт действительно был бы успешен у него. Потому что от старта очень многое зависит. Согласен. Как фактически, невзирая на все твои силы, твое выступление ЧП «Европа» в прошлом году фактически стоило тебе выступление на Олимпиаде? Не важно, да? Просто по определению. Хотя, казалось бы, знаешь же, ты от этого слабее не стал, знаешь же, и все видели, как ты выступал. Поэтому здесь, в основном, так много соревнований, чтобы именно разы прослечься. У Кучинского проблемой на 150. Штанга падает за спину. Думаю, что третий подход будет подобным на его исполнении Кучинского. Но посмотрим. Вообще-то... Вот как объяснил нам сидящий рядом с нами представитель группы поддержки из Молдовы, я так понимаю, что подход действительно очень хороший. Ну, да, с запасом хорошим порвал он. Хорошо работает. Дамьян Кучинский, по-другому, правая третка. Ничьида, без едини килограмма. После неудачи на 150, видите, прибавил килограмм Дамьян Кучинский. Как я вам и обещал. Дамьян Кучинский, 145 килограммов результат. Ну, все. Я так понимаю, что сейчас у нас начинаются самые главные соревнования. Их осталось только четверо. Разван Мартин, Александр Андроник Карапетян из Армении, Александр Шпак, ну и, конечно же, Дмитрий Хомяков. Разван Мартин и Руанис на кровной паре. Пеша, ищида, без единиц треки килограмма. Чемпион Европы прошлого года, бронзовый призер Олимпийских игр, Разван Мартин. Первым подходом 153. Хомяков своего первого подхода не меняет. По-прежнему 155 на табло. У него рывок хороший. У Мартина, да. Результат прошлого года 158-188. Тоже с запасом, да? Да, он не всегда. Но он бывает рвёт так вот лихо и потом иногда не поднимается. Добавят ему. Да, видимо, что сейчас начинается 153, видимо, у него готовность такая же, как в прошлом году, да? То есть вот так по раскладам, да? 158-188, наверное, где-нибудь так и есть, да? Он на чемпионате Европы в 7-7 выступал тогда, да? В прошлом году в Анталии. Нет, это не самое. А в этом... На Липяде 69. 30 стол. Ну да, если он 152-188, то есть у него... Это результат, конечно, 69, да? Получаешь, что он выступал в 7-7, потом вернулся в 69. Сейчас этот 7-7. Адраник Карапетян. Вот 17-летний загадочный атлет из Армении. Чего себе, 17 лет? 17 лет, я думаю. Он даже не выступал... Ну, выступал в 9-м. Жизнь, право, неправо, ничьи, депе, депе, депе с килограмм. В прошлом году в Городчино-цепио, и также в прошлом году в Городчино-цепио. Держи, молодец. У меня было ощущение, что немножко не туда пошло, а? Ну, первый подход всегда такой вот, как бы... Он ответственный, самый... Вот первый подход самый такой, волнительный. А дальше уже в борьбе, уже, да? То есть, по раскованию, да, становишься. Ну, если мы говорили по поводу всех его соперников, что с запасом, то и про Дмитрия Семякова тоже может сказать с запасом. С запасом не только потому, что ты знаешь, как он готов, и что он может в тренировках, а вот по первому подходу видно, что это стартовая попытка, 155. Ну, вот один из его серьезных соперников. Тот же вес, Александр Кпак из Молдовы. По собственному весу, смотрим, кто. Молдавский франктист легче. То есть... Александр Кпак сейчас обходит Дмитрия Хомякова после вот этого подхода. Через пять, да, Хомяков? Да, Дмитрий 160. А Развин добавил три килограмма. Зачем Разван Мартин делает на 156? Ну, я думаю, обыграть на килограмм. Кто порвал 155? Ну да, но по большому счету он уже понимает, что ему нужно здесь больше. В сути по тому, что делают все остальные ребята. Ну смотри, Александр Шпак. Сейчас, конечно, он за несколько сапсов для трепута. Смотри, он с запасом. Запасом очень легко. Очень здорово. И Шпак на 157 заказывает. Тоже почему-то через два килограмма, а не больше. Ну, ну тут уже пошла тактическая. Какая может быть сейчас тактика? Сейчас наоборот, когда четыре человека притягивают на первое место фактически, да, то есть здесь в рывке никакой тактики особенно быть не можно. Здесь нужно как можно дальше, как можно больше. Ну и да. Вот и вся тебе тактика. Ну да, ну цепляются за каждый килограмм. Думаю, что кто-то может ошибется. Андроник Карапетян. 157 килограммов. 17 лет. Ты не молодец. Вот прям стойный подход почти у всех атлетов, да? Такие вот идеальные, с хорошей техникой, знаешь, вот такие некорявые абсолютно. Обратил внимание, да? У Александра Шпак, у Андроника Карапетян, кстати, у Разван Марсин, у Дмитрова Комякова. У всей четверки, да, у них прям вот, ну... Да. Сейчас посмотрим, как Шпак у нас. Александр Шпак, который после 155 прибавил только 2 килограмма, только 157. А вы, мне кажется, видно, что уже тяжело. Как притык вот так. Ну да. То есть, все-таки, это мы с тобой предполагали, что он еще 160 спокойно, знаешь, вот. А, видимо, это было не совсем так. Видно, это, ну, может, еще килограммчик бы добавил еще. Так, да, уже тяжеловато. Все-таки разобрались. Подход Дмитрия Хомякова откладывается на 160. А вот Разван Мартин идет на 158. Что-то тоже, мне кажется, странным, потому что мы видели его очень хороший подход на 156. И он прибавляет только 2 килограмма. Это если он поднимет, повторит прошлогодний рейтинг, да, в рывке? Да, но я думаю, что, знаешь, он идет за шпаком. Вот ему важно, чтобы вот он понимает, что Хомяков в рывке, его можно отпустить. Значит, там, что называется, как получится. А вот здесь вот хотя бы быть притык с молдавским, конечно. Опа. Вот вам и... Вот вам и 160, да, Ван, на Разван Мартин. А вот, на самом деле, настоящий ответ на все наши вопросы. Видите, как он, 156 легко, 2 килограмма добавил, все. Вообще ничего похожего. Два подхода остается у Дмитрия Хомякова. Один подход у Андроника Карапетяна из Армении. Честно говоря, не до конца я Андроника Карапетяна относил к соперникам Хомякова. Но, видимо, не так, не правил. Потому что меня смущали немножко 17-летний возраст. Результаты прошлого года. В прошлом году у него было 155, 176 на внешнем чемпиате мира он выиграл. Сегодня, видишь, армянским садистам тоже, тоже они частенько перезакладывают, что называется. Молодец, молодец, да. То есть они тоже любят заявлять много, потому что потом, на самом деле, на деле, готовность не совсем другая. А вот Андроника Карапетяна пока 153 и 157 очень было хороших подходов. Обратил внимание, да? Да, ну, бывает, вот, заявляют, да, армянские атлеты больше, и потом у них, конечно, не соответствует этот результат. Вот, ну, этот, я смотрю, он такой конкурентоспособный. Да, ну, результат так неплохой. Результаты не плохой. Результаты показывают. Перспективный парень растет. Ты понимаешь, если он еще и... Толкал в прошлом году 176, сейчас начинает с 178. Угу. Да, то есть это означает, что добавляет, добавляет, добавляет. Растет, да. Посмотрим, как он. Вот мы сидим буквально по центру, да, и вот судья, который, видите, зажег. Красный фонарь тоже посередине, а вот этим боковым, видимо, не так видно. Видите, на повторе, да, вот здесь явно был вот... С другой стороны, вот по-разному можно относиться к дожиму. Конечно, правилами написано, что это запрещено, но правильно я понимаю, что это ничего не дает. Конечно, это вообще... То есть это ни о кого... это не дает ни о кого преимущества, что называется. От этого легче не становится. Да, да, да. Дмитрий Хомяков, третий подход, 161 килограмм. Он заявил... Давай, Димон. Да, сейчас на первом месте Карапетян, ну и, соответственно, последняя, третья попытка Дмитрия Хомякова. Держи, Димон. Держи, держи, держи. У него здесь как раз проявляется. Проявляется кто как выступает, когда, что называется, надо. А ему сейчас надо. У него совершенно неожиданно. Разван Мартин остановился на результате 156 килограммов. Ожидаемый его соперник. На 157 килограммов остановился Александр Шпак, как не пугал предыдущими результатами. Но тут вдруг на авансцену вышел Андроник Карапетян из Армении. И фактически заставил Хомякова идти на 161 обязательно. И вот, понимая это, то, что Хомяков фиксирует штангу этого веса, это, мне кажется, хороший знак. Хороший знак, насколько он может справляться с собственными эмоциями в борьбе. Да, это характер. Проявил характер он. Продолжает ошибаться. Первым подходом албанец Кренар Шорох. Он трижды в рывке не справился с весом 145 килограммов. Третий, сейчас первый подход во втором движении. Тогда штангу надо уже толкать. И опять ошибка. Какая это сумма? Это, соответственно, 300... Гранович Шорох. Не могу сказать. 320, да? То есть 320 сумма, соответственно, заявленный вес у Шорох 340, да? Ну да, на 20 килограмм. То есть ничего нельзя. Своим правилом, каждый участник подает до начала соревнований те веса, на которые он готов сегодня, что называется. И дальше, соответственно, ты можешь начинать стартовые подходы ниже, чем 20 килограмм в сумме указанной вот в этой сумме. И предварительные заявки. И как раз Шоржа заявил 340. Он уже начинал в рывке 145, так что 175 это нижний предел. Ниже было нельзя. Кстати, это сделано для того, чтобы не готовые к победе звуку сильнейших ответы... Ну, 202 толкал. 202? Да. Я просто не поймал. Правда, 202 толкал? 202 у него было. 165-202 на чемпионате Молдове. Дмитрий Комяков и Эрзис. После Ниглендима выходит. Наград. Дамьян Кучинский пола. Перенес стартовый подход Мартин Розван на 182. И вот Дмитрий Хомяков. Первый. 180 килограммов. Держи, молодец. Красиво работает. Работает и греховно красиво, но на самом деле ситуация у него тяжелая. Сейчас надо будет считать, считать и еще раз считать. Сейчас, да, сейчас, я думаю, что он объясняет. Ты видел, он выходил и Александру Вилкову, старшему тренеру, русской сборной, показывал так руки и что-то объяснял. Сейчас все, конечно, на тренеров. Сейчас они будут высчитывать, смотреть. Ну да, вот и прогерзка Александра Вилкова. Нового старшего тренера, мужской сборной. Потому что здесь просчитаться, конечно же, нельзя. Очень просто, да. Хомяков заявил доставой попытки 185. Дамьян Кучинский. 180 килограммов тот же самый вес, но он 16 килограммов проигрывает в рывке Дмитрию Хомякову. Нас он, по большому счету, не очень интересует. Ну да, они будут... После вот этого стартового подхода Хомякова, он же ему не угрожает. Они будут, наверное, бороться, хотят бороться только в эту медаль. Хотят, безусловно, да. Но все равно мы с тобой вынуждены, знаешь, всех участников этой группы сильнейших вести, что называется, по Хомякову. Алихандро Гонзалес, тоже, видите, начинает 180 килограммов, 16 минус от Хомякова в рывке. 21. 40 у него, да? А, 21, да. В той же группе, что и Кучинский. Зачем он 180 килограммов, вот скажи мне, пожалуйста. Не знаю. А Карапетян готовится. А Карапетян на 178 было заявлено, он уже 108. Ну, опустился все, что делать-то. Антонис Мартас Сидис, чемпион Европы среди юниоров 12-го года. Там у результатов был 146-190. Ну, да, так, видимо, он где-то, сейчас у него 145 в рывке, соответственно, на 190, видимо, он так и должен пытаться прийти. О, скользко там помост, конечно. Он, наверное, за время перерыва протерли. Антонис Карапетян, the same way, 180, в первую очередь. Опасно так, конечно, он в травм. Можно помочь. Попытно посмотреть, как 17-летний Андроник Карапетян толкает. Как вы видели, насколько он хорош в рывке. И это уже факт свершившийся. Обычно все армянские штангисты. Не, мы, конечно, ну вот засчитаю, как думаешь. Ну, уже все время. Опять 2 к 1, но считаю. Это еще не такой большой вес, конечно, но побольше будет. Локти немножко не включается у него сразу. А так ничего на грудь хорошо идут. Мне кажется, по комплекте вот Андроник Карапетян было видно, что он на грудь берет очень и очень хорошо. Альхандро Гонзалес пробует исправиться. Вот рискует, ребята. Вот видно, да? Вот видно, что из-за того, что все рядом, всех близко. Искушение велико начинать 180. То, что тренеры Гонзалеса послали за 180 первым подходом, судя по вот этим первым двум подходам, мне кажется, что это тоже ошибка тренера в данном случае. Андроник Карапетян проводит 12 кг. 176. Раньше было заявлено у испанца. Искушение велико начинает. Валерий Леонова, который сейчас главный тренер греческой команды. Сам в прошлом атлет, который выступал за Грецию. И теперь, как раз известнейший дуэль Наима Сулеймана Гу и Валерия Леонова, который тогда уже именовался как Валериас Леонидов. Заключительный подход. Смотри, у Гонзалеса, да, Гонзалес висит, что называется, и Марда Сидис висит. То есть, эти имеют возможность получить нулевую оценку. А вот сколько заказывал Марда Сидис? 180. 180, да, Сидис? 180, да, Сидис? Мне кажется, ему тоже много. Многовато, да. Попал. Это очень много, да? Он прямо. Но, судя по вот трем подходам Гонзалеса, штанг веса 180 кг, по всей видимости, сегодня он на 180 готов. Но вот так, чтобы методично, методично, он сколько готов, на сколько три раза и подходить, никаких нервов не хватило. Много на Анчелик. Стоит Чита. 148 кг в рывке. 13 кг он проигрывает Дмитрию Хомякову. Хочется или не в кур 20 кг, он еще не творит. Он, видишь, решил по своему собственному сценарию идти, все-таки 181 начинать, а на 180. Не любит круглые цифры, наверно. Ну, могут не считать на самом деле. Не волоски поправить, смотрю. Два к одному. Два к одному, видишь, рассчитывал. Я думаю, что жюри могут сейчас поучаствовать в этом, ну как она побольше играют марта сидис после успешного подхода гонсалеса видите прибавил килограмм очень тяжело ну и в первых двух подходах было тяжело вот на его и оценки да в сложной ситуации себя загнали гонсалеса морда сидис может быть во первых подходом с честью вышли так же ползали до врывке они тоже по одному подходу использовали александр грамм ты говоришь что у него было 165 до до 165 в рывке 65 и 202 то есть 8 килограмм до минус 8 килограмм на автошки 4 но принц я думаю что у него и сайта турнирная ситуация заставит чемпионы идти на 1 190 точно совершенно без этого без этого здесь золотой медаль не получить конечно надо это борьба серьезная тут сейчас нахлёвывается что мы не только 185 начинаем развал марте начинает 185 ну где-то на думаю что он так и где-то ориентируется под 90 92 вот так да посмотрим я понимаю что хомякова есть преимущество в рывке но все-таки над нам разумным разумным марте нам не такое серьезное но расслабляться не то есть хомякова нужно будет толкать 190 190 просто вот обязательно же обязательно это развал марте вторички очень болево толкает если вспомнить игрок прошлого года где он выиграл он толкал сто восемьдесят восемь но при этом тоже так вот в борьбе и не войска сопляжные же практически на мяко фраши и дима на сто восемьдесят пять нет но сейчас я уверен что старший тренер как бы все остальные тренеры они определили себе вот стратегию 180 185 нашли как всегда у российских тренеров первые два подхода не меняют третий подход для каких-то там практических изменений плюс килограмм минус килограмм а первые два идут по точную расписанному сценарию вставай держи молодец толкает 180 килограммов дмитрий хомяков дима красавец на и 190 помню можно такие такие нужные 190 сейчас надо подождать и посмотреть как будет все заказ главная борьба будет и заказ все-таки ну кто-то должен начать ошибаться пока никто не ошибается бывает сейчас пока только один единственный разван мартин вот смазал третий подход это кто был борьбе до килограмма но кучинский повторю который только что не справился 185 он хомякову никак не угрожает карпетян идет карпетян да карпетян три по три четко да рывка без боя шпарг без боя хомяков без боя вот четверка вот на интересная борьба сейчас вот по этой попытке будет ясно что будет ест как дальше разворачиваться ну скажи мне пожалуйста почему ты решил что карпетян что по этой попытке будет ясно потому что кто-то должен ошибаться первым начать между хомяков не ошибся на вторые попытки это мы видели все волновались сейчас у него есть соперников карпетян шпак и разван мартин почему ты решил прямо выбрать 17-летнего армянского тангиста чтобы определить что на 180 уже было видно с груди чуть чуть не он не не идет они не выталкивает он хорошо стоя чита из румынии те же самые 185 килограммов но опять же не в соперничестве с дмитрием хомяковым дмитрий пойдет на 190 пока заявлено здесь я думаю что вот сейчас как раз его последние третье по практике она может быть у нас корректирована на 189 заявил шпак да пойдет на стоя на 186 до у развала мартина 2 может быть 185 сходил но это пока так они не перезаявляли но уже пора бы перезаявить честно говоря потому что сейчас ты тоже тренеры могут делать это специально так они просто могут не успеть а нет них 6 3 подхода сейчас ты уже можно специально что ничего не делать там сейчас они могут как раз но данного просто делали в отдыхе а дело в том что в 90 раз он мартин заведет второй попытки все уже здесь вся якобы хитрость тренеров уже исчезла пока армения 186 сертатэн третий подходит я посмотрю на пробный третцер андраны карабетян и армениц пешат 136 килограммов мол катарин стойкица добрее а вот и все время видимостью как то считают но сейчас вижу более-менее чистый подход к как я понимаю, для Андроника Карпеттиана, и все равно, из-за того, что у него не до конца выпрямляется локоть левой руки, полное ощущение, что все время подрагивает, видишь, что-то? А на самом деле, у него локоть даже и не играет, а просто включение такое. Да, включение такое, да. Ему нужно, знаешь, выходить и показывать, чтобы обращать внимание на суден, суден на то, что происходит, на то, что у него такая особенность организма. Ну что ж, Андроник Карпеттиан вышел на первое место, он килограмм проиграл в рывке Дмитрию Хомякову, после того, как он в третьей попытке 186 килограммов затолкал, соответственно, по весу обходит. По весу обходит, да, но сейчас, конечно же, вот сейчас судьи должны, тренеры должны решать, потому что что делать? Отправлять ли Хомякова, как бы, обыгрывать Карпеттиана, либо все-таки ждать 190 Мартина и Шпака? Да, да. Вот этот тут, посмотрим, я так понимаю, что они ждут, пока они ждут отсюда, стоячи, как бы, вне нашего с вами зачета. Все-таки он 189, к тому же 4 килограмма проигрывает Шпак Хомякова в рывке. Стой, 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 стой! Браво! Диме, Снежу считают? Два к одному считают. Сегодня два к одному, но все считают. Сегодня такой, видимо, день. Слушай, ну, мне кажется, что вот, судя по этому подходу, я не знаю, может быть, там 90-91 он еще может потолкать, но это уже предел сегодняшних возможностей. На этом надо Диме Круфф из носа 90 толкать. Сейчас уже вариантов нет. Слышь вот, ну, конечно, есть задел в рывке над Шпаком и над разваном Мартином, но тогда нужно было раньше выходить, там, 188 толкать. Надо им... Да нет, ты... Дné, сужу ее. Ничего, 90 надо упереть. Вот, сейчас Мартину. Карость подошла на второе место. Матка точно кем. Чаешь, трасс беда, парк! Здесь, он толка, дополняет. Гоняем, парк! Это чёрт, да, при этом, Ракунин, да? Луки, он молодец, он обходит. Что он обходит? Он Диму обходит, сейчас Дима четвёртый становится. Сейчас Дима четвёртый, да. У Димы как раз сейчас из-за того, что он четвёртый, более старше, у него сложная ситуация. У него 190, Дима, надо упереться. Дима, Дима, надо упереться. Получается, что то преимущество, которое у него было в рывке, ну, сейчас фактически он никак не использует. Давай, Дима, упрись. Всё, пошёл. Держи! Красавец, Дима, молодец. Дима может сказать, что он сегодня здесь сделал то, что он должен был сделать. Шесть, красавец. Шесть подходов чётко, чисто. Наборная сумма 351. Ну и теперь по подходу есть у Александра Шпак и у Разван Мартин. Соответственно, проигрывает Шпак в рывке Хомякову 4 килограмма. По собственному весу Шпак легче. То есть 194. Необходимо идти Александру Шпак, если он думает о золотой медали. Ну а, соответственно, Разван Мартин проигрывает Дмитрию Хомякову 5 килограммов. И по собственному весу он тоже легче. То есть 195. Вот что они выберут? Они вот идут на выигрыш. Понятно, что они идут на выигрыш. Понятно, что им уже вариантов никаких нет. 194 заедет Шпак и 195 Разван Мартин. Это такая игра Бабанк. Ну это традиционное мучение всех тех, у кого рывок лучше, чем второе движение. И ты был вчера в таком состоянии. Был вчера, да. Даже имея такое серьёзное преимущество, всё равно, знаешь, наверняка поглядывал, что там ребята творят, знаешь же. В груди он не толкнет. В груди он не толкнет. Не подожди. Близок был, Александр Дмитриев. Близок. Взял нагрузку тяжело, конечно. Взял нагрузку. Взял нагрузку тяжело, в которой он даже не удалился. Боюсь я, Розван Мартин. Судя по тому подходу на 190 кг. Видно, что он может прибавить, но хватит ли ему силу прибавить 5 кг. 9 кг это такое серьезное. Видите, есть время у Розан Мартин, 45 секунд еще, так что он может не спешить. Уникальная ситуация, да? То есть, либо он первый, либо третий. Да. Такая игра, ва-банк. Нет, это Дима Чинкова. Вот так вот, как завершился сегодняшний день. Такой стопроцентной российской победой. Сначала Марина Шаинова. Марина Шаинова выиграла, уверенно, имея огромнейшее преимущество в женской части чемпионата Европы. Ну, а затем, конечно, феноменальная борьба Дмитрия Хомякова, который на первом своем соревновании среди взрослых повел себя, как и подобает мужчине. Красавец, это 6 подходов и результат молодец вообще. 20 лет четко в борьбу с 5 уйдет. Ну да, в принципе, он так же, ему 77, знаешь, может быть тесновато. Хотя, я так понимаю, что он, что-то, потому что он завешил вешенцев 76, 90, 130. Это означает, что он сгонял, да? Да, он придерживал, да. Тебе самое главное, чтобы он ниже не ушел. Тебе самое главное, чтобы он ниже не ушел, чтобы тебе не угрожал. В вашей сплоченной команде. Ну что ж, на самом деле, вот эта четверка, которая сейчас на помощи, она втяжает уважение. Потому что очень любопытен Андроник Карапетян из Армении, который тоже вот впервые появился на международных соревнованиях. И показал, что он, на самом деле, тоже вполне мог бы быть на любом месте вот этого пьедестала. Но сегодня ему места не хватило. Сегодня чемпион Европы прошлого года развал.